Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня пятница, 6 марта. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. В Управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги за прошедший год. Названы цифры, которые касаются многих из нас. Ведь суммы, собранные по решению судов, это долги по алиментам, по зарплатам. Да и то, что было откровенным образом, украдено из бюджета и так далее. Слушаем Андрея Тагаева, главного судебного пристава Ульяновской области. В 2019 году основными задачами службы приставов это было принудительное исполнение судебных актов и иных постановлений у полномочных органов, а также обеспечение установленной порядкой деятельности судов. В этом году на исполнении находилось более миллиона исполнительных производств. Произошло серьезное увеличение нагрузки на судебных приставов за счет увеличения поступления. Это 13,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как результат было окончено более 600 тысяч исполнительных производств, из которых 394 тысяч исполнительных производств окончены фактическим исполнением. Более 5 миллиардов 700 миллионов взыскано денежных средств в этом году, из которых 1 миллиард 800 миллионов – это фискальные платежи, это пополнение бюджета Российской Федерации, а также субъекта Российской Федерации. В бюджет Ульяновской области было взыскано 258 миллионов рублей. Для сравнения, в 2018 году эта сумма равняла 194 миллионам рублей. Также хотелось бы отметить, что достаточно эффективно сработали по взысканию задолженности по заработной плате. Задолженность погашена на 198 миллионов рублей. В сравнении с 2018 годом это было взыскано всего 92 миллиона рублей. Также эффективно сработали по взысканию задолженности по алиментным платежам. 140 миллионов рублей было взыскано. Ущерб от преступлений более чем на 25 миллионов рублей. Более чем на миллиард взыскано задолженность в пользу кредитных учреждений. И чуть меньше полумиллиарда, около 400 миллионов, взыскано в пользу предприятий коммунально-жилищного комплекса. Это я вот только малую часть озвучил того, что удалось сделать. За счет каких ресурсов это было исполнено? Более 9 тысяч административных протоколов составлено в отношении должников. Около 7 тысяч арестов. И в принципе получилось, что обеспечено арестом каждое 74-е исполнительное производство в 2019 году. Около 80 тысяч должников ограничено в выезде за пределы Российской Федерации. Активно использовалось ограничение должников в специальном праве. Ну и конечно самая эффективная мера это арест и списание со счетов должников. За 2019 год около 2 миллионов постановлений о списании вынесено. И как результат, я вот вначале отметил, что 394 тысячи исполнительных производств фактическим исполнительным. 319 из них окончено за счет списания со счетов должника. То есть 81% исполнения это работа со счетами должников. Помимо исполнительного производства у нас есть еще и обеспечение установлено порядка 9 судов. Основной заслугой считаю, что не было допущено никаких чрезвычайных ситуаций в зданиях судов. То есть судопроизводство прошло без каких-либо серьезных потрясений, нарушений порядка в зданиях судов. Силами судебных приставов по УПД Сульяновской области обеспечивается 18 федеральных судов, расположенных в 31 отдельно стоящем здании. И 71 судебный участок, которые располагаются в 27 отдельно стоящих зданиях. То есть наши судебные приставы по УПД С, при штатной численности 251 человек, охватывают вот такой объем. Активными применяются меры административного воздействия на должников. Также за прошлый год мы выдворили 68 человек за пределы Российской Федерации. Это те, кто незаконно пересекли границу, было решение судов, а ведь подворение. Это вот если брать эти два направления. Можно уточнить, вот вы сказали по поводу ограничений выезда, специальное право. Что такое специальное право? Ну вот это водительские удостоверения, ограничения специального права. Сюда у нас входит водительские удостоверения, удостоверения на речные суда, трактор. Все, что есть у нас, то, что разрешает нам управлять телеименым транспортным средством, иным видом средства, вот в этом ограничены были. Чтобы понимали, как работает эта система, мы водительское удостоверение не лишаем, как это может сделать суд. То есть должник имеет задолженность по некоторым категориям исполнительных производств. Мы ограничим его в этом праве, но водительское удостоверение остается у должника. Но об этом выносим соответствующее постановление, информируем органы ГИБДД. И вот когда на улице палочкой сотрудник ГИБДД вас остановит, и у него сразу в базе высвечится, что он ограничен специальным правилом, но при этом он поехал. Вот в этом случае составляется административный протокол по статье 17.17, направляется в суд, и вот здесь он может быть уже лишен водительского удостоверения на 6 месяцев. То есть вот такая система работает. Ну, очень эффективно, и органам ГИБДД она достаточно нравится, потому что 12 глава кодекса административных нарушений, это их, она как раз под это направление попадает. Ограничение выезда 6 месяцев закончилось, там пристав мог забыть, вынести, не посчитал нужным, а ограничение в специальном праве, оно выносится и лежит до тех пор, пока исполнительное производство окончено не будет. Поэтому должник вынужден будет погасить задолженность. Очень эффективно, большинство людей не хотят быть пешеходами. Андрей Тагаев, главный судебный пристав Ульяновской области, отчитался о проделанной работе за прошлый 2019 год. Взысканные Ульяновской службой судебных приставов средства это 5 миллиардов 713 миллионов рублей. Судебные приставы хорошо потрудились, а вот мы, судя по огромным взысканным суммам, среди которых и долги по зарплате, и по алиментам, и всевозможные штрафы, и украденные из бюджета средства, ой, как далеки от совершенства. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Самый любимый народный праздник – Международный женский день 8 марта. Совсем близко. Мы его отметим уже в это воскресенье. И, безусловно, в нашем эфире мы тоже отдаем приоритет женщинам. Вот интервью, которое я подготовила с Екатериной Трипалиной. Ей 31 год. 12 лет назад она попала в аварию. Случилось не самое страшное. Она осталась жива. Но вот нога. В 19 лет она стала ампутантом. Чтобы собраться с мыслями, как жить дальше, взять волю в кулак, проявить невиданное для молодой, хорошенькой девушки мужество. Ей понадобилось 5 лет. Она начинает заниматься в спортивной секции. Уходит с головой в паралимпийский спорт. И вот уже она – семикратная чемпионка России по легкой атлетике. Представляете, всего лишь за 5 лет после страшной аварии ее жизнь кардинально изменилась. Вы не поверите. Но Екатерина, потеряв ногу, ни о чем не жалеет. Считает, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы начинаем интервью с того злополучного дня, когда она попала в аварию. Как раз это были новогодние праздники. И я лежала в травматологии нашей областной больницы. И в это время врачи заходили, спрашивали, ну, у тебя все хорошо, все нормально? Я говорю, да, да, все хорошо, жива. И за это время, к сожалению, был упущен момент. У меня на ноге на это время была наложена лангетка, чтобы зафиксировать стопу. Как раз за эти праздники не проконтролировали. То есть голень еще больше сдавилась. И под лангеткой нога почернела. И уже на тот момент встал вопрос об ампутации. Но об ампутации выше колена. Было страшно. Но на тот момент появился мой ангел-хранитель. Это молодой хирург, который сказал, что, в принципе, можно сохранить ногу. Это Григорьев Кирилл Юрьевич. И он мне спас ногу. И на протяжении шести лет он пытался сохранить мне эту ногу. Потом я стала потихоньку ходить. Как маленький ребенок начинает вот в детстве ходить по шажочку. Я также начала шаг за шагом, с костылями, с палочками. А у тебя нет обиды на тех врачей, которые довели до беды твое состояние? Не заметили то, что начинается почернение, и что не лангетка нужна была, а совсем другие, наверное, меры для того, чтобы спасти ногу? Никакой обиды не было на них. На тот момент было главное, что есть человек, который сможет мне спасти мою ногу. Но потом я решила так, что в жизни всегда возвращается все бумерангом. Не нужно относиться к людям со злостью. Поэтому просто отпустила спокойно, и все. Это их ошибка. И я думаю, что, возможно, они сами понимают, что они совершили какую-то ошибку. Где-то что-то недосмотрели. Я не скажу, что они во всем виноваты. Но я на них зла не держу, потому что у меня сейчас все хорошо. Вот ты апеллируешь такими высокими духовными понятиями, что в жизни ничего не проходит просто так. В ответ на зло ты можешь получить зло. Если ты прощаешь и с добром относишься к этой ошибке, добро вернется даже, может быть, в лице этого молодого хирурга, который до последнего бился за тебя, за твое здоровье. Откуда вот это все, Катя, в тебе? Такое хорошее отношение к жизни, правильное, высокодуховное, пронизанное вот этой житейской какой-то мудростью и философией. Сейчас об этом я говорю, может быть, потому, что, пройдя весь этот путь, я немножко по-другому взглянула на жизнь. И меня воспитывала бабушка. Это самый светлый, наверное, человек. У нее всегда было полно гостей. Она всегда всех принимала. И она всегда говорила, что не нужно относиться к людям так, как они к тебе относятся. Если они по злому, то ты сделай наоборот. Улыбнись, что у тебя все хорошо. Когда ты улыбаешься своим врагам, им еще от этого хуже. Если я буду всегда всем улыбаться и буду доброй, милой, хорошей, то, я думаю, и люди вокруг будут так же относиться ко мне. Ты сказала, тебя воспитывала бабушка. А родители? Родители у меня умерли, к сожалению. Но я воспитывалась с 17 лет. С 17 лет у меня родители были живы, но мы с ними вместе не жили. Они уехали на заработки. И там сначала убили папу, потом через год умерла мама. И все время на протяжении школьных лет меня бабушка воспитывала. То есть не только меня, у меня еще есть брат и сестра. И она меня вывела в люди. Также помогали мои тети. Это получается, что ты две страшные трагедии пережила. И родители потеряла. А потом вот эта травма жуткая с тобой случилась. Ты ногу потеряла. Было ощущение, почему все это навалилось на тебя? Вдруг вот так вот за короткий промежуток времени? Да, конечно. У меня все время в голове были одни мысли. Почему это происходит со мной? За что меня так наказывает? Почему именно я? Потом, не знаю, какое-то пришло осознание, что всегда говорю всем. И в том числе, в первую очередь, себе. Господь дает святание человеку столько, сколько он может вынести. Возможно, пройдя именно вот этих два сложных пути, моя жизнь, если связывать момент с аварией, то да, здесь мою жизнь перевернул в лучшую сторону. Если, конечно, смотришь, что нет родителей, да, это, конечно, очень такой тяжелый, трудный момент. Но хорошо, что у меня есть мои родные и близкие, и друзья, которые всегда поддерживают, которые всегда рядом. Ты оптимист по натуре, ведь ты сказала невероятную вещь. Авария изменила мою жизнь к лучшему. Потому что до аварии я была просто обычной студенткой в педагогическом университете, училась на физико-математическом факультете. Сейчас я семикратная чемпионка России по лёгкой атлетике. Это два разных статуса, которые сейчас у меня больше устраивают, у меня больше возможностей. Я познакомилась со многими очень интересными людьми, которыми продолжаю общаться. Я стала немножко путешествовать, то есть открылись новые двери, новые возможности. А университет закончила по специальности? Да, университет закончила по специальности, но я не работала, потому что было сложно устроиться. И то, что предлагали, предлагали мало часов, соответственно, и зарплата была бы маленькая. Но потом я протезировалась, и в нашем протезном предприятии я познакомилась с инструктором ЛФК Михалкиным Алексеем Владимировичем. Он мне рассказал про паралимпийский спорт и предложил мне заняться, уйти в спорт. Я согласилась, подумала, почему бы мне в качестве реабилитации не попробовать. Мы начали с ним толкать ядро, метать диск. Он стал уже впоследствии моим тренером. Я протезировала в 2015 году в феврале, и в этом же году, в июле, у нас был чемпионат России. И мы поехали в чемпионат России, и там я заняла два третьих места. Привезла домой две бронзовые медали. Для меня это было нечто. Это такая огромная победа. Хотя сначала я не поверила Алексею Владимировичу, что вообще возможно куда-то поехать, что-то занять. Какие-то соревнования, чемпионат России, международные соревнования. Думаю, боже мой, лапшу на уши, наверное, мне вешает. Но в итоге вся эта картина, которую он мне описал, так она и складывается. Поэтому я ему очень благодарна за это. Была бы ты жива-здорова, стала бы учителем физики или математики в самой обычной школе. Но вот так вот жизнь сложилась, изменив твою судьбу практически на 360 градусов. И хотя ты инвалид, но у тебя жизнь просто бьет фонтаном. Вплоть до того, что ты счастлива этому обстоятельству. Ну, ты была бы учителем, и это была бы твоя зарплата. Сейчас ты в школе не работаешь. Как ты зарабатываешь? После приезда чемпионата России мне назначили стипендию. За третье место я получила первые денежки. Назначили стипендию мне на целый год. Это больше, чем зарплата учителя начинающего? Ну, я думаю, такая же, может быть, чуть-чуть побольше. Но у меня еще плюс пенсии есть. Еще я и замужем сейчас, поэтому вполне хватает. А ведь с мужем ты тоже познакомилась, находясь в новом статусе, в новой ситуации. Да, как раз именно спорт меня привел к замужеству. Познакомилась с любимым человеком. У меня весь переломный момент произошел в 2015 году. В сентябре сборной Ульянской области, делегации небольшой, поехали в Крым. Там был пара Крым, фестиваль проходил среди инвалидов. Все, кто ехали, я всех, в принципе, знала, кроме своего будущего мужа. Познакомились, но я бы на него внимания не обращала, потому что человек, по словам, был уже занят. У него должна была быть свадьба на тот момент, в скором времени. У него было кольцо. Для меня это табу, поэтому я на него внимания не обращала. И для меня было сложно свою семейную жизнь связать с человеком, который на коляске. Ну, я просто не понимала на тот момент, как это вообще будет происходить в быту. Какие-то домашние дела, это поход в магазин или еще что-то, совместный досуг. Но оказалось все совсем по-другому. У него тоже с ногами проблемы? Да, у него нет одной ноги выше колена, и у него поясничная грыжа, которая не дает носить протез. До аварии ты, молодая девчонка, мечтала о любви, мечтала о замужестве. Когда-нибудь могло прийти в голову, что твоим мужем станет инвалид, человек с ограниченными физическими возможностями? Я даже не думала об этом, никогда не представляла. И я думала, что такого со мной никогда не случится. А сейчас, конечно, я думаю совсем по-другому. И что не нужно разделять людей. Ходит он, сидит, и как он передвигается, как он разговаривает. Случилась любовь. Он мне понравился, зацепил тем, что начал обо мне заботиться, начал решать мои проблемы. То есть для меня это важнее, чем, например, просто меня будет парень носить на руках. В прямом смысле этого слова. Я ценю и люблю и уважаю людей и парней за поступки, которые они совершают. А он для меня многое сделал и делает. И, может быть, некоторые думают, что жалость какая-то или ещё что-то. Ни в коем случае нет. Я даже его не считаю инвалидом-колясником. Сегодня Екатерина Трипалина – милая, красивая и мужественная девушка, семикратный чемпионка России в паралимпийском спорте, гостья нашего вечернего эфира. Она подробно расскажет свою историю преодоления трудностей, свалившихся на её девичьи хрупкие плечи. Мы благодарим за помощь в организации этого интервью блогера Дарью Рыкову. Ульяновский государственный педагогический университет приглашает жителей и гостей города на 17-й международный фестиваль языков «Много народов, один мир». Подробности выяснял мой коллега Алексей Сорокин. Английский, испанский, итальянский, китайский, латинский и даже эсперанто. Со всеми этими языками можно будет познакомиться на грядущем фестивале. Тем не менее, несмотря на столь значительное многообразие представленных языков, наш родной русский будет, конечно же, в центре внимания. Университет готовится к этому масштабному событию основательно. Все для того, чтобы все желающие смогли познакомиться с культурами и обычаями разных стран и пообщаться с носителями языка со всего мира. О том, какова история международного фестиваля языков и какие сюрпризы готовят организаторы, нам расскажет старший преподаватель кафедры иностранных языков педагогического университета, член оргкомитета фестиваля Лариса Лепешкина. Если мы немножечко углубимся в историю, то идея этого фестиваля принадлежит американцу Теннису Кифу, который провел первый фестиваль в городе Тур во Франции. И было это в 1995 году. А уже в следующем году по аналогичной схеме был проведен первый российский фестиваль в Чебоксарах. Спустя почти 10 лет фестиваль пришел к нам в Ульяновск благодаря преподавателю нашего университета Карцевой Маргарите Юрьевне, которая провела здесь первый фестиваль языков. А вот уже с 2014 года фестиваль приобрел международное значение, потому что он стал международным и получил свое название. Международный фестиваль языков «Много народов, один мир». И в этом году мы будем уже отмечать 17-й фестиваль, потому что в 2008 году было проведено сразу два фестиваля – в марте и в ноябре. Какие основные цели фестиваля? Ну, конечно же, цель фестиваля – это познакомить жителей нашей области, школьников, студентов с языками как по-божьей, так и мировыми языками. Причем мы даже рассказываем о, казалось бы, мертвых языках. Например, такие языки, как латинский, старогреческий, старославянский. Считается, что эти языки уже вымерли. Но, тем не менее, когда вы идете в аптеку, то, естественно, с каким языком вы имеете дело? С латинским. Поэтому почему бы не рассказать о латинском языке? Есть, например, искусственный язык аспиранта. Об этом тоже можно узнать на нашем фестивале. То есть, вот цель, во-первых, познакомить с многообразными языками по Волжии и Мира. Ну, и, конечно же, языки помогают сблизить наши народы. Потому что само название «Много народов, один мир» говорит о том, что на каком бы языке мы ни говорили, и мы люди, все мы должны понимать друг друга, уважать друг друга и жить в мире. А кто станет гостями фестиваля? Кто к нам приедет? Для нас это для самих всегда интрига, потому что каждый год к нам приезжают разные гости. Ну, вот уже по доброй традиции к нам приезжают студенты из Российского университета «Дружба народов» из Москвы. К нам приезжают студенты Мордовского государственного университета, Башкирского государственного университета, Казанского института культуры, Чувашского педагогического института. Ну, и, конечно же, все вузы нашего города тоже участвуют в нашем фестивале. Языковые школы нашего города «Смарт» и «Брайт». И поэтому у тех, кто придет на фестиваль, будет возможность узнать, а где же можно изучать те языки, о которых на фестивале будет рассказано. Наш родной русский язык будет в центре внимания на этом фестивале? Ну, не сомневайтесь, конечно. Естественно, что и концерт будет открывать русский танец, очень красивый. Мы приглашаем не только студентов и школьников, чтобы они рассказали о языках, но и творческие коллективы нашего города. Например, вот ансамбль «Кружева», он будет открывать наш фестиваль. И, конечно, у нас будет презентация русского языка. Будет очень много всего интересного. Можно, кстати, у нас на фестивале не только узнать на языке, можно попробовать в кухне. Например, в прошлом году к нам приезжали школьники из Кузоватого. Вы не представляете себе, сколько вкусностей они привезли, напекли. Это были и пироги, это были и сушки, и баранки. Так что у нас на фестивале еще и вкусно. Давайте теперь все-таки немного поподробнее расскажем о программе фестиваля. Может быть, запланированы какие-то серьезные обсуждения, дискуссии? Формат нашего фестиваля – это, наверное, все-таки не в первую очередь дискуссии. Это скорее презентация. А презентация языка – это 30-минутное представление языка, где как раз вы о нем можете узнать. Ну и естественно, что в рамках этой презентации проходят и дискуссии. Потому что это не только презентация, где вы слушаете, это место, где вы можете задать все свои вопросы. Кстати, у нас в этом году очень интересная тема фестиваля – «Ломаем стереотипы». И поэтому вот как раз места для дискуссии, наверное, будет очень много. И в рамках фестиваля у нас проходят 4 блока презентаций, которые начинаются в 12 часов. После каждой презентации 10-минутный перерыв, чтобы участники смогли выбрать себе следующую презентацию и перейти в другую аудиторию. По окончании у нас будет интернациональный концерт, который готовится нашими гостями. Ну и лучшие коллективы города тоже в нем участвуют. Также можно посмотреть выставки книг на иностранных языках, которые будут работать в фойе, детских рисунков и эссе. В рамках фестиваля у нас проводятся конкурсы рисунков и эссе. И лучшие работы выставляются в фойе. Вы очень интересно выразились «Ломаем стереотипы». Означает ли это, например, что какие-то из этих стереотипов уже удалось сломать? Например, бытует мнение, что русский язык слишком сложный. Или тот, кто берется за изучение английского языка и считает, что этот язык может быть даже в чем-то сложнее, чем русский? Кстати, интересно, мы когда беседовали с Татьяной Николаевной Преображенской, которая является директором языковой школы «Смарт», и они нам в этом году приглашают британца, преподаватель, который ведет английский язык у них в центре. И когда я ей сказала, когда у нас будет тема фестиваля «Ломаем стереотипы», она задала такой же вопрос, как вы. А вы не боитесь, что то, что вам расскажут, например, иностранцы, понравится или не понравится? Я сказала, нет, ну не боимся. Это как раз и есть цель нашего фестиваля. Так вот, как раз вот это интересно. Вот удастся сломать эти стереотипы или нет? Ну, а какой стереотип мы уже сломали? Ну, например, смотрите. У нас есть одна девочка, просто уникальная, она учится в третьей гимназии. Девочка знает русский, французский, немецкий, английский, а танцевать будет ленгерский танец. Нет предела для совершенства. Или, например, иврит, к сожалению, не будет представлен в этом году, потому что у евреев шаббат в субботу, и они, к сожалению, не смогут участвовать. Но у нас в концерте будет еврейский танец, почему нет? Так что парадоксов у нас будет много. Меняются ли вообще языки? Я думаю, что можем судить о том, как меняется русский язык. А что происходит с другими языками, в частности, с английским? Как сильно они меняются? То, что английский язык влияет на все языки, это однозначно. Потому что в каждом языке чувствуется влияние английского. Все, кто изучает иностранные языки, они это отмечают. Но, с одной стороны, это облегчает изучение других иностранных языков, потому что много слов. И к тому же, вы же знаете, что не только один какой-то язык может влиять. То, что мы много общаемся с компьютером, с интернетом, это тоже во все языки проникает. Но, как они меняются, конечно, больше сленга, наверное, стало в языках. Ну, а так, для того, чтобы узнать все эти тонкости, нужно сходить на наши презентации. Кстати, вот в прошлом году у нас было представлено 45 языков и было 72 совершенно разных презентаций. Что будет в этом году, мы еще сами не знаем. Надеемся побить рекорд. На ваш взгляд, сколькими языками должен владеть современный человек для того, чтобы комфортно себя чувствовать в современном мире? Ну, вы знаете, на этот вопрос я бы не сказала, что можно ответить однозначно, потому что кто-то обходится знанием английского языка. И считает, что, зная английский язык, можно общаться везде. Кто-то считает, что нужно знать 10 языков, и ему не хватает и этого количества. Ну, а для кого-то нет предела для совершенства. Поэтому абсолютно неоднозначный вопрос. Ну, тут трудно сказать. Но, наверное, чем больше языков ты знаешь, тем лучше. Но, опять же, это зависит от индивидуальных особенностей человека, потому что кому-то сложно выучить даже один иностранный язык, а кому-то дается это легко. А молодежь какими языками интересуется? Вы, может быть, уделяли этому вопросу какое-то внимание? Ну, да, конечно. Бесспорно, что сейчас очень популярны испанский язык, итальянский и китайский. Это, наверное, самые такие популярные языки. Но, конечно, я не говорю об английском, потому что это язык номер один. Все считают, что английский помогает и в карьере, и в путешествиях. Но это действительно так. Ну, а вот эти вот языки, испанский, итальянский и китайский, они, наверное, уже соперничают с английским. Несмотря на сложность, особенно китайского языка. А в вашем университете можно ли изучать все эти языки? Итальянский, испанский, китайский? Да, конечно. Ну, итальянский у нас были курсы итальянского языка, но вот на данный момент таких курсов нет. А испанский и китайский можно изучать. И более того, эти языки преподают носители языка. Поэтому это очень даже интересно для наших будущих абитуриентов. Напоследок, Лариса Евгеньевна, давайте напомним нашим радиослушателям, когда стартует фестиваль. И будут ли открыты двери для всех желающих? Да, наши двери открыты для всех желающих. Потому что на нашем фестивале будет интересно как дошкольникам, так и людям старшего возраста. Потому что у нас даже презентаторы от детских садов, детский сад «Облачка» всегда участвуют в нашем фестивале. Так, одна из наших старейших участниц, Татьяна Васильевна Илюткина, приезжает к нам из Димитровграда каждый год и представляет болгарский язык. То есть вот пенсионеры просто получат огромное удовольствие. Поэтому двери открыты для всех, всем будет интересно. Начинает работу фестиваль 21 марта в 10 утра. И ориентировочно заканчивается, ну, где-то, наверное, в районе 5 часов вечера. Напоминаем, что мы беседовали со старшим преподавателем кафедры иностранных языков Педагогического университета, членом Арккомитета международного фестиваля языков Ларисой Лепешкиной. Этот сюжет подготовил мой коллега Алексей Сорокин. А я, Наталья Козина, продолжаю утреннюю программу. Моя война. Моя победа. Моя война. Моя победа. Сегодня свою историю нам расскажет Мария Егоровна Гаврилова. Она родилась в августе 41-го года в селе Мордовское Кандарать Вишкаемского района. Уже шла Великая Отечественная война. Отец ушел на фронт. Воевал в блокадном Ленинграде. Получил серьезные ранения. После госпиталя был комиссован домой. На фронт вместе с отцом ушли еще три его родных брата. Да, у меня сам лично отец был на фронте в Ленинграде. Как раз там его ранили. Он лежал в госпитале, а потом в Ленинград. Его переправили в Уфу. В Уфе лежали у него в госпитале. Из Уфы уже их направили домой. Как уже все списаны были. И потом что три брата у него были. Один на подводной лодке на Тихом океане погиб. А второй в Польшу воевал. Уже ехать домой и его убили в Польше. А четвертый брат был в Германии во время войны. Он приехал жив-здоров. Нигде даже царапинки на нем не было. Вот четыре сына было у дедушки и бабушки на войне. Ваш отец, как его зовут? Аваргин Егор Яковлевич. Егор Яковлевич, что ты рассказывала вам детям про войну? Медали, может быть, какие-то показывала? Да, медали он получал за победу. Там часы были карманы именные. Рузьев тоже он привез. Часы именные. Но я играла из-за мала. И медалями мы играли. Игрушек не было. И вот мы медалями играли его. Да, привозил он медали. Тут в сельсовете награждали. Он как старший лейтенант был. Боевой. Ничего не боялся вообще. До последних минут смерти ничего не боялся. Приехал форма на нем. Это гимнастерка. Что одежи не было. И он долго эту гимнастерку, эти брюки, ремень такой широкий. Долго. Это ремень у него был хороший. Эта гимнастерка такая же блестела. Качество-то хорошее. Как не у простого солдата, как у офицерского. Отец был на фронте. А мама и, наверное, его старшая сестра постоянно были на работах. В годы войны. Вот что рассказывала мама? Насколько тяжело и голодно было вам? Пусть в тылу, пусть не стреляли. Но все равно ведь тяжело было. Тяжело было и голодно было. Но хоть мы страх-то не видели. Мы тихо спали спокойно. Мама работала в колхозе, в поле. Серпом жали. Пололи вручную. Там проса. Это пшеницу, рожь. Цепями молотили. Серпом жали рожь. Пшеницу. Все серпом, все серпом. Связывали снопы в поле. Потом делали гумны мужики, которые были. И вот на гумнах молотили цепями это зерно. Сестра тоже ходила. Я уже и то застава ходила полоть в поле. Это вот все посеянное, что было. Навоз из дома возили. Дети мы, школьники, соберемся. Куриный помет, что навоз, все в поле вывозили. Вот нам лошадь запрягут. Мы ездим на лошадь по деревне, собираем. Кто чего даст. Золу. Куриный помет, коровьи, овечи. Все это вот в поле вывозили. Отец после фронта в колхозе чем занимался? Все делал. Он у нас хороший плотник. Воды у нас не было. Он под окошком 26 сажений. Вырыл колодец. Он все делал. И косил. Надо выработать 300 трудодней. Вот он вырабатывал, а потом ходил плотничал, дома строил. У него руки золотые были у нашего отца. Все умел делать. А ранение-то какое он получил? У него при живности уже вот ближе к смерти стали осколки выходить. И он умер с осколками. А свинец такой маленький кусочек. А такой веский был этот свинец. А вот у него прям на лбу были еще не вышли несколько этих осколков. В руку раненый был. Ну его каждый месяц вызывали в инкомат, проверяли врачи. Сколько было отцу, когда он умер? Он в 75-м году, а он с 11-го года. 64 года было. И как в вашем доме день победы отмечали? Дело было весной. День был солнечный. Тепло было. И у нас деревня одной улицей. Больше двух километров, наверное, эта улица у нас тянулась. И вот как раз посредине улицы идут бабы. Они пололи как раз. Кто плачет, кто пляшет, кто поет. И вот эта вот победа, вот я это хорошо. А потом у них бегали как за медалями в сельсовет в соседнее село. Мария Егоровна Гаврилова сегодня вспоминает своего отца, который воевал в блокадном Ленинграде. Она рассказывает трогательные истории, которые сохранились в ее детской памяти. О своих близких и соседях. Вот невероятная история, которая сполошила всю деревню Мордовской Кондорать. Когда с фронта живым вернулся односельчанин. Да не один, а с ребенком. Приехал домой с фронта, мальчика оставил с ребятами под окошком. Ну тут радость такая, муж явился, папа явился. Он, здравствуй, Варенька, здравствуй. Ну все, ты детей обнял, Вареньку обнял. Ну вот, Варенька, я тебе гостинец привез. Батюшки, да какой ты привез меня гостинчик-то? Идем, выйдем. Вышли к нему на улицу. Где же, говорит, гостинец? А вот как раз перед тобой. Вот этот мальчик. А что, говорит, ты разве не воевал, ты там женщинами занимался? Нет, Варенька, этот мальчик мы в поле нашли. Бой шел. Мы подобрали солдаты. И вот он до последних дней с нами был. И вот я его взял себе. Многие хотели взять. И вот я привез его. Его назвали Ваней. Так он до последних жил в семье. Не забежал. У них много было сыновей и дочерей. И он вырос. Ну сейчас он умер. Вы самого фронтовиката назовите. Я уж забыла Нуждов. Только знаю, это же Нуждов Варвара. А Нуждову уже забыл, как его звать. В Сафось безводной. Лишь Камецк района. Жил. И вот эта история про мальчика быстро облетела всю деревню. Вся деревня, наверное, это обсуждала. Что батюшке с фронта ребенка привез. Да, как раз бой был. Никого не единый, говорит, кругом души нет. А это вот мальчик годика два или сколько, мы горцами не знаем. И вот мы его назвали Ваней там. И так он с нами весь день был до последнего. Так его и звали Иван фронтовой. А второе, какая деревня? Это Ульяновская область, Вешкаймский район, деревня Мордовская, Кандарать. Ходили у нас немцы. Ну, как раньше их называли, низшими. А эти вот два немца, они у нас там жили на торф-болоте. Работали, делали из торфа кирпичками. Эти кирпички возили на полуторки на машину на заводу. На спиртзавод Вешкайму в Ярмоловку возили. И вот эти немцы к нам ходили, побирались. Кто картошку даст, кто хлеба. А километров 25, около 30, может быть, они шли до нашей деревни. А зимой холодно, они в шинелях. Обувки никакой не было, ноги обмотаны тряпкой. Все замерзнут, придут. Если у нас галанг топится, они ноги подставляли галангом, грелись. И вот, говорят, и у нас дети есть. Гуд-гуд. Мам что даст? Гуд-гуд. Мы не сами нас посылали на диски, на войну-то. Вы родились в августе 41-го года. Да, 2-го августа. Вы помните все эти истории. И все у меня это на глазах. Часто я вспоминаю. Моя война, моя победа. Сегодня мы слушали воспоминания Марии Гавриловой. Каждый из вас может позвонить в редакцию и рассказать свою историю о родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Звоните. 46-33-56. Вот и все. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова